Этот ролик посвящен тому, как подать апелляцию на YouTube. Сейчас вы видите фрагменты ролика, который до вчерашнего дня был самым популярным на моем канале. Что можно узнать по номеру сотового телефона. Размещен был 1 февраля 2012 года. За неполные почти 3 года набрал около 700 тысяч просмотров. При этом около 900 человек поставили ему лайк, нравится. И около 450 человек поставили дизлайк, не нравится. Примерно месяц назад я обнаружил, что ролик настолько популярен, что его у меня воруют и размещают от своего имени, как свое произведение. Обнаруженные факты воровства были поводом для подачи жалобы на нарушение авторских прав. Этому был посвящен один из роликов. На экране вы видите его фрагменты. А это все выявленные мной ролики, удаленные на YouTube по моей просьбе. Вчера мне пришло предупреждение о том, что ролик, про который я сейчас только что рассказывал, нарушает принципы сообщества YouTube. Он удален и мне вынесено предупреждение. Далее я расскажу вам, как подать апелляцию на YouTube. Вы проходите по соответствующим ссылкам. Подробнее остановимся на принципах сообщества. Я еще раз внимательно их прочитал, чтобы найти основания для вынесения предупреждения и удаления видео. Честно говоря, ничего не обнаружил. Нет ни насилия, ни жестокости, ни оскорблений, ни проявлений ненависти, ни порнографии, ни спама. Ничего никому конкретно не навязывается. Напомню, что удаленный ролик, за который вынесено предупреждение, был размещен на YouTube почти 3 года назад, 1 февраля 2012 года. Он имел около 700 тысяч просмотров, около 900 лайков и около 450 дизлайков. Возможно, эта жалоба является местью конкурентов, которые были наказаны за нарушение авторских прав. В одном из дальнейших видео я расскажу, как найти некоторых из них и как обнаружить удаленное видео на YouTube или других каналах. Сейчас на экране вы видите серую кнопочку «Подтверждаю», без нажатия которой вы не сможете ни подать апелляцию, ни войти в свой канал. А подаете апелляцию, нажимая на ссылки в красных прямоугольниках.